Девчоночки, ну сейчас немножко хочу с вами поговорить, так скажем, не о чём и о чём-то, да? Сегодня я выбрала тему для разговора, это эко-даши. Я не знаю, слышали вы об этом или нет, я начала придерживаться эко-даши, но не то чтобы я придерживалась, да, я просто в эти дни, вот два дня в месяц существует, я их устраиваю как разгрузочные дни. Но в основном эко-даши это полный отказ от продуктов и от питья. Я не могу отказать себе от питья, я не хочу сухой эко-даши, поэтому я пью целый день воду. И если уж мне очень хочется есть, но такое бывает редко, то я могу съесть фрукт. Фрукты можно есть, главное отказаться от бобовых, в общем, от такого всего, знаете, тяжёлого. Можно пить воду, фрукты, там много всякого, то, чего можно ещё есть. Но, девочки, так как я эти дни считаю для себя разгрузочными, зачем мне искать, что же можно есть в эко-даше, когда я могу спокойно продержаться этот день, два дня, да, в месяц, иногда три, кстати, спокойно на воде, да. В общем, девчонки, вообще Луна у нас считается вторым важнейшим светилом. А, кстати, для большинства женщин и первым. В лунные циклы что же происходит с нами? Ведь вы знаете, что Луна очень влияет на нас, вообще на мир, да. Вы все слышали о приливах и отливах, да, например. Вода притягивается к гравитационной силой Луны. Но ведь гравитация действует на каждый отдельный атом и молекулу, притягивая их. Просто, конечно же, на воде это виднее, да, из-за её однородности, из-за её огромных масштабов, текучести. В общем, на любом море, да, мы можем это увидеть быстрее как-то, да. Но каждая частичка нашего тела, да, тоже реагирует, скажем так, у неё есть тоже приливы и отливы. Особенно наша кровь. И все наши циклы жизнедеятельности организма тоже привязаны к циклам Луны. Суточные биоритмы нашего организма тоже зависят от вращения Луны вокруг Земли. Разделяют две формы влияния Луны. Это когда она растёт и когда она убывает. Имеются четыре важные точки лунного месяца. Новолуние, полнолуние, дни первые и третьи четверти. И каждая фаза примерно длится по неделе. Но нас интересует именно убывающая Луна. Потому что Экодаши, по сути, это 11, 12 и 26 день убывающей Луны. И вы понимаете, что у всех она по-разному. Вот я не могу, например, сидя в России, одновременно с моей подружкой из Украины соблюдать в один и тот же день Экодаши. Потому что у нас немножко разные дни будут. Даже с Украиной это я плохо сравнила. Америка, например, и Россия. Мы в разные дни будем отмечать Экодаши, скажем так. У нас в разные дни будет этот разгрузочный день. Потому что по-разному к Луне мы относимся. Когда Луна убывает, мы наоборот чувствуем прилив сил. И сам организм находится на пике активности. Если, например, девчонки, у вас фигура имеет какие-то недочеты, вот если вам, например, похудеть нужно, то именно сейчас самое время будет заниматься своим каким-то похудением на убывающую Луну. Как бы у нас сейчас известно, считайте, два таких основных принципа похудения, например. Это или уменьшение калорий, ну просто закрыть рот и меньше есть. Или занятие спортом. Ну, конечно, хорошо, если вы совмещаете и занятие спортом, и какое-то другое питание. Не так, как вы раньше ели, например. Какие-то правила питания вы всё-таки придерживаете. Но на самом деле хорошо и то, и другое. И, кстати, девчонки, если вот именно в эту убивающую Луну вы лишите себя или сладких конфет, да, вот ваших любимых, или наоборот вы займётесь бегом, или ездой на велосипедах, или спортом, или в тренажёрке будете потеть, да, в любом случае ваш КПД будет самый максимальный. То есть в этот период вы получите самые максимальные результаты. Или по похудению, просто вот вы уменьшите количество еды, или по спорту. Так что, девчонки, придерживаться лунным циклом – это очень полезно. Это не означает, что я в какую-то кришнаитскую, знаете, секту себя записала, скажем так, да. Но придерживаться, мне кажется, лунным каким-то циклом – это очень правильно, потому что мы организмы, и на нас всё влияет, да. Поэтому, девчонки, кто хочет худеть, да, и даже это не просто худеть, девчонки. Само Экадаши, вот этот вот разгрузочный день такой, да, он как бы очищает вас немножко, да, на кармическом уровне. Ну, не будем верить в эту чушь. Давайте просто будем верить в то, что действительно в этот день любое похудение лучше, и любой отказ от вредных веществ лучше, и любой уход за кожей, любой уход за волосами – это всё даст лучшие результаты, чем в какой-то другой лунный день. Так что, девочки, советую вам тоже, ну, не придерживаться, да, а по крайней мере, почитать информацию, да, и подумать, хочу ли я там два раза в неделю, ой, два раза в месяц посидеть немножко на диете, да, такой разгрузочный. В любом случае это полезно. Я знаю девочку, которая каждую среду, по-моему, у неё было, короче, у неё каждую среду был разгрузочный день, и вот она в каждую среду пила только воду, и в основном в остальные дни она могла себе позволить, как бы, чего-то там и сладенького, и такого. Она говорит, что мне достаточно сидеть вот раз в неделю на такой вот разгрузочной диете, да, но, в общем, девчонки, это всё, конечно, индивидуально, но мне кажется, что можно прислушаться к шёпоту Луны, да, и сделать как-то вот более правильно разгрузочный день, поставить в нужный цикл Луны, да, скажем так, да. Конечно, можно дополнительные другие дни брать, но эти дни, мне кажется, стоит использовать. Есть в интернете прям календари, да, эко-даши, да, вообще, или наберите там. В общем, девочки, гугл вам в помощь, да, скажем так, не буду за вас в гугле искать ничего. Ну всё, надеюсь, так поговорили, вот вы ещё узнали такую новость у меня, да, что я устраиваю себе разгрузочные дни эко-даши, у меня даже иногда сотрудники спрашивают на работе, почему ты не ешь? Я говорю, да ела, я ела, вы не заметили. Вечно буду каждому, знаете, второму рассказывать, что я там придерживаюсь эко-даши, ещё скажу дурочка какая-то. Ну это их, конечно, дело, их проблемы. Но вот я хочу в такой вот правильный, умный день немножко очистить свой организм. И может быть это поможет моему какому-то здоровью, или физическому какому-то такому состоянию, или психологическому, это тоже очень важно. И мне ещё как-то поддерживает то, что я не одна сейчас вот сижу, этим всем занимаюсь, что существует очень много людей, которые хотят тоже очистить свой организм именно в эти дни луны, да. Поэтому это такое какое-то движение, да, совместно. Ну ладно, девочки, всё, всех любит, целую. Обязательно хочу почитать ваши комментарии, что вы думаете об Экадаши, вообще, как луна на нас влияет. Я знаю, что вот у меня у одной подружки, она говорит, я вообще дурная становлюсь в полнолуние. Так что я точно верю, что луна влияет на девочек, однозначно, да. Так что, девчонки, всех люблю, целую. Ставьте пальчики вверх обязательно к этому ролику. И если вам понравилось, конечно. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. В основном они понедельник, вторник и среда. Всё, всех люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok